И всем привет, мы продолжаем играть первоклассного адвоката и я, оказывается, узнал, что есть такая настройка прозрачность, вот как она меняется. У меня была выключена она и выглядело довольно не очень, точнее плохо смотрелось, это когда не видно было персонажей, хотя теперь можно будет посмотреть его на полный, на полный спайль персонажей, что, конечно, очень удобно. Жаль, что я раньше этого не сделал, к сожалению, но окей, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Мы недалеко еще от... даже от середины, мы еще в самом начале, по сути, поэтому, да. Хорошо, что я заметил это. Окей, мы возвращаемся в отель, той самой, точнее даже в номер той самой мисс Айприл Мэй и посыльный этот интересный, необычный мужчина. О чем с ним можно поговорить? Мисс Мэй, кто был с мисс Мэй отель? Окей, давайте начнем сверху, как обычно, мисс Мэй, насчет мисс Мэй, а? Мисс Мэй? Сэр, не желаю хвастаться, но как только ее увидел, да, ты уже 20 раз, ты уже говорил это на суде, да, там, она тебе шептала что-то, и сразу же понял, она точно пойдет на это? А, да, об этом точно пойдет на это, окей. Ну что, мне уже кажется, что я буду тут, у нас самый подозрительный? Ну, как обычно, я уже говорил, что дворецкий в итоге окажется убийцей, поэтому не исключено еще, что на самом деле он стоит за этим делом, которое мы так же и не закончили в тот раз. Дело отошло на задний план пока что, на некоторый неопределенный срок. Я бы хотел спросить вас о мужчине, который был с мисс Мэй. А, да-да, он показался мне тем еще сердцеедом, ведь вы понимаете, о чем я. Ага, понимаем. Тут же секунду, как я его увидел, мне все стало ясно, сэр. Мы с ним птицы одного полета, у нас чувствуется некая опасность. Убийственная опасность, я бы сказал. Он так отзывается в нем, как будто он сам про себя говорит, сам на себя нахваливает. Вот тут уж я с вами полностью солидарен, мистер чокнутый посыльный. Вау, Феникс просто потерял в нем, к нему полное доверие, все доверие потерял к нему. Если бы у вас была фотография этого мужчины, я уверен, я бы его смог познать. Ну, нам даже фотография не нужна, просто посмотреть в зеркало можно. Фотография? Фотография. А что это он с хммска раз говорит? Не могли бы мне рассказать об отеле? Безусловно, кстати говоря, у меня появилась замечательная идея, сэр. Замечательная идея. Прошу, прошу, что за идея такая у вас. Сейчас наш отель известен просто как Гейтвотер. Я же предлагаю добавить под заголовок убийственный Гейтвотер. Под заголовок? Отель Гейтвотер, обитель смерти. А, даже так. Немного драматично, наверное, но... Обитель смерти, ух, как звучит, как звучит. Если бы это было в какой-то книжке, я не знаю, в ком-то кино, допустим. У нас же здесь реальная жизнь. Ну, как вам? Прекрасно звучит, да? Сомневаюсь, что у него там обычный чай. Может, даже не чай. Может, то покрепче. Этого мы, к сожалению, не узнаем. Подвинься, подвинься, старик. Мне нужно посмотреть этот комод. Из ящика комода все еще торчит отвертка. А, сэр. Сэр, пожалуйста, оставьте все как есть. Теперь это комод кошмара, вскрывавший смертоносный подслушивающий на прибор. Скоро он станет одной из наших популярных достопримечательностей. Он не шутит с ума с этим. С ума-то он явно уже сошел. Не нравится мне этот парень, если честно. Очень уж он подозрителен. Здесь стоит ваза с цветами. Я не особо хорошо разбираюсь в их названиях. Знаю только тюльпаны и да подсолнухи. А ромашки не знаешь? Тоже элементарные цветочки, которые я знаю. Помимо этих. Хорошая сегодня погодка. Отсюда прилично видно офис фирмы Фэй Партнеры. Я нажал на вино вообще-то, ну ладно. Да, верно. Мы собираемся установить здесь телескоп и направить его на то окно. Ты же только посыльный. Как ты вообще решаешь за начальство, как у вас будут все дела проходить дальше? Он уже за всех решил, что он переименует название отеля. Что он будет как-то продвигать эту комнату в качестве какого-то знаменитого места. Он реально унес проблемы какие-то с головой, мне кажется. Если за 5 долларов вам на 3 минуты откроется вид на убийство. Это я шучу, сэр. Охо-хо-хо. Надеюсь. Потому что по тебе дурка плачет уже. Судя по тому, как у него блистят глаза, тут есть только доля шутки. В каждой шутке есть доля шутки, как говорится. Обычно кровать, похоже, ее недавно заправили. Ничего подозрительного. Ага. Все это говорят, ничего подозрительного. В итоге окажется, что там самая главная улика. Находятся на столе стоят два бокала и бутылка шампанского. А почему до сих пор не убрали? Потому что он сам их пьет, очевидно же. Этот посыльный. А, сэр, прошу прощения, не могли бы вы, пожалуйста, ничего здесь не трогать? Они уже у тебя с декором. Я даже название придумал. Последний клоток перед убийством. Окей, давай ты уже оставишься на себе на эти названия, серьезно. Хватит уже фантазировать. Сумасшедший посыльный. Надо вообще им тесты какие-то приводить перед наймом на работу. Мы произведем фурор, войдем в историю гостиничной индустрии. Даже так. Не сомневаюсь в себе. Успехов тебе во всех твоих, как говорится, начинаниях. Окей. А что дальше-то? Показать ему, что это можно. Я ничего не хочу ему показывать на самом деле. Можно вернуться в Фэй и партнеры. Может, что-то там еще найдем? Но сомнительно. 7 сентября. Иридическая фирма Фэй и партнеры. Похоже, у криминалистов сегодня выходной. И детектива Гамши нигде не видно. Ну и слава богу. Слава богу. А то он опять начнет свои докопы. Полиция весь офис перетряхнула. Сомневаюсь, что здесь остались какие-то ценные улики. Хотя можно смотреть все еще разок. Хуже не будет. Ну, раз ты настаиваешь, мистер Феникс, и музыка затихла. Кажется, убийца здесь явно кое-что упустил. Еще раз посмотрим окно. Не облачко на небе, а я мрачнее тучи. А вон отель прямо через дорогу. Окей, ну... Опять же, в цветке могут быть какие-то улики, как обычно это бывает. Любимое комнатное растение Мии. Теперь поливать его придется мне. Теперь, получается, станешь начальником таким. Вместо нее. Раз уж у вас тут всего лишь двое было. Окей, а что за картина такая? После какого-то старого фильма. Кажется, это был первый фильм, пробивший Мию на слезу. Надо как-нибудь его посмотреть. Обязательно, Феникс. С кем-нибудь-то мы посмотрим. Возможно, даже с мистером Майлзом, я уверен, мы позовем им как-нибудь на свидание. Деловое, само собой. Больше книг по юриспруденции. Сюда не впихнуть, даже если сильно захотеть. Здесь документы во всем делам, которыми работала Мия. Мне кажется, или чего-то не хватает. Может быть, да не показалось. Ну вот тебе показалось, а стоило бы проверить, мне кажется. Что-то ты не очень тщательно проверяешь это место. Хотя стоило бы, наверное. Стол Мии. Какой тебе, дорогой или нет? Хотя ты должен знать, наверное. Идеально чист, как и всегда. Тут не хватает только самой Мии. Окей, это я все помню. А что нового-то? Ничего нового здесь нет. Никаких отпечатков пальцев, никаких там... Брошенных улик. Как-то разочаровывает меня это. Потому что я не знаю, куда идти-то. Обратно, что ли, в изолятор? Не знаю. Не очень ко мне хочется с ним говорить. Может, придется показать этому? Показать по-сыльному что-то? Я даже не знаю, что бы показывать там. Как я уже говорил, не хочу с ним вообще иметь дело, если честно. А что-то скрытие, наверное, не нужен ему. Мобильный телефон тоже. Стекло, может быть... Кстати, стекло. Стекло мышь никуда не применяли, не применяли. Не применяли. Да. Странно-странно. Мыслитель. Интересует ли его часы? Что он по этому поводу скажет? Прошу прощения, во время заседания только делать, что думал об отеле. Поэтому не обращал особого внимания на улики. Окей. Как скажешь, как скажешь. Блин, я еще посмотрел, короче, в оригинале, точнее, на английском языке, игру. И там вот эти имена, они гораздо забавнее и сделаны как шутка. Почти каждое имя, которое здесь есть. Вот, например, мистер убил или увидел. У него было более... Ну, примерно та же самая шутка на английском языке. Но... Вот еще с Ларри была забавная шутка, поэтому... Жаль, конечно, на русский язык такие шутки не перевести. Некоторые... С именами и произношением. Но они постарались с мистером убилом и мистером увиделом. С ним они постарались. За что им, конечно, респект переводчикам. Окей, а чем... А, может, планов всем показать? А, окей. А, что делать? Мне надо, я не понимаю. Погазания Мэй. Окей, а ему не нужны улики никакие. Тогда чем мне это делать? Ты, конечно, молодец, но... Ты, конечно, молодец, что ты здесь стоишь, но... Я не знаю, тогда что показать-то тебе. Посмотреть на твердку он мне не дает. Вот он специально не дает нам. Он явно знает, что это место... Что это... Улика важная. Потому что, очевидно, он убийца. Правильно. Какая фотография? Стоп, может, это картина? А, не важно. В общем, на стене что-то висит. Окей, я думал, что это важное будет на этой стене. На картине как раз таки, но... Фу, окей. С кем еще не поговорили? А! А! Не понял. А что это картины там нет? Я даже не обратил внимание, что у нас есть возможность сюда прийти. Стоп. Что там за картину на... Фотография на... Фотография на столе. И, очевидно, картины нет. Я даже не обратил внимания, что можно сюда пойти снова. Зачем, интересно? Окей. Ну, раз мы можем сюда пойти, наверное, что-то здесь нужно делать. Похоже, Гроссберг опять нет на рабочем месте. Может, он просто почему-то меня избегает? Может, он убийца? Может, все-таки он убийца? Какая... Фотография... Непонятно, на чем. Похоже, кстати, на убийцу. У него тоже были какие-то розовые волосы, но... А? А вот тут у нас что? Какие-то старые фотографии? И здесь две. Наоборот, есть надписи, сделанные карандашом. Дело DL6. Фотография 1. Фотография 2. Ну-ка. Ничего не трогать. Ну, давайте уж здесь мы смотрим. Это... Она похожа на... На Мию. Это либо она, либо ее мать. Я точно уверен, что где-то уже видел эту женщину. Пожалуй, по заимству эту фотографию. Вау, мы теперь воруем фотографии, получается. Окей. Не думаю, что ей сразу же кто-то схватится. Как скажешь. К тому же, вдруг это важная улика. Пускай путь побудет у меня. Просто пришел к... В... В фирму какому-то адвокату. И просто забирать вещи с его стола. Ну, окей. Идем по стопам. Майлзе, получается. Крепкий рабочий стол. Да, не то я хотел нажать. Само собой. Он похож на убийцу. Правильно? Я ведь не путаю. У него тут... Такие же волосы были. Не уверен насчет лица. Но у него какие-то такие розовые и фиолетовые волосы были. На столе лежит вот так фотография. Может мне лучше взять ее, а другую оставить? Взять ее. Давайте возьмем ее тогда, не знаю. Пожалуй, так и сделаю. Окей. У нас больше не влезает, кстати, улик. Может, это последняя улика, наверное, будет. Скорее всего. Потому что... Дальше не могу пролистать. Хотя, не знаю. Может быть, еще будет больше улик, но окей. Окей, ну, очевидная картина. Наверное, нам показать надо... Показать надо... Мии фотографию. Но, блин. Надеюсь, не придется обратно возвращаться. Но, наверное, если эта фотография убить, то она сразу узнает его и как-то среагирует. Что ее выдаст. Постойте-ка. Разве на этой стене не висела гигантская картина? Он так часто заметил, правильно? По-моему, это было сразу же заметно. Да, точно. На картине был нарисован букет подсолнухов, Марвин Гроссберг, рыбак. Рыбак? Разве, нет, в любом случае, это была не особо вспоминающаяся картина. А Гроссберг, это ведь тот самый мужчина крупный. А там был какой-то в соломенной шляпе, я точно помню. Не помню, кто он был. Ну, наверное, рыбак. Окей. Что-то возвращаемся к нашей подруге, дорогой. Опять ты? Намеков не понимаешь? Проваривай. Я вернулся сюда лишь только лет, потому что вызову говорить не хотели. О, так это я виновата? У тебя не только башка колючая, но еще и сердце. С меня хватит разбирать с этим делом и бреюсь на лысо. Остановись. Тогда ты не будешь героем главным. Главный герой должна быть отличительная черта, и по силуэту должны его узнавать. Как это всем известно. А лысого героя никто не узнает, Феникс. Так что остановись. Пока не поздно. Тот мужчина. Стоп. Окей. Значит, у мужчины, с которым вы снимали номер в отеле. Можете рассказать мне о нем? Где он? Ничего я говорить не буду. Слушайте его обвинять в убийстве. Защищать его не самая лучшая идея. А ты бы сдал покойную мисс Фейкопом? Покойную мисс Фейкопом. Что значит, сдал бы ее? Нет? Ну вот, видишь? Черт. Хм. Было бы у меня что-нибудь, что могло бы заставить ее говорить. Вау. Неужели... Именно эта фотография заставит ее говорить? Хм. Неужели? Окей. Давайте покажем ей. Я, конечно, не уверен, но может быть. Может быть. Что еще заставит ее поговорить? Статуэтка? Не, сомневаюсь. Взгляните на это. Слушай, уже сто раз сказала, что бы ты отвалил. Откуда ты это взял? Может быть. Мой сообщник. Тот самый. Ага. Дело сдвинулось с мертвой точки. Это он, не так ли? Что? Кто? Когда? Почему? Зачем? За что? Когда? Где? Это он. Это тот человек, с которым мы снимали номер в ночь убийства. Ну. Это, конечно, неплохой ход надавить. Потому что это единственное, что мы можем сказать ей. Но у нас нет прямой улики, что... Прямого доказательства, что это именно он был. Это просто фотография какого-то мужика, я не знаю. Но я думаю, оно должно сработать. Так как это очевидно. Мы знаем, что это и правда он. Нет, нет, это не так. Неплохая попытка мисс сотрудничества. Вау. Окей. Мисс сотрудничество. Интересная кличка. А ты сможешь доказать, что это был он? А? Сможешь? Вот о чем я и говорил, кстати. Мы никак не можем доказать этого. Мы просто взяли у кого-то мужика фотографию другого мужика. И собираемся ей показать. И типа, смотри, вот это твой сообщник. Все, ты спалилась. Как это вообще возможно? Или дело под названием BDL6, это именно наше дело? Стоп, может быть так он и догадался. Да, доказательства. Покажи мне доказательства. Я почти расколол ее. Окей, и что дальше? Обратно, что ли? И что это было за беседа такая? А, стоп, мне может другую фотку взять? Раз уж это не подействовало на нее. Интересно, зачем... Почему именно женщина мне пригодится больше, чем мужчина? Зачем мне еще нужна фотография женщины? Ну, посмотри, пожалуйста. У вас есть мысли по поводу этой фотографии? Это кто? А, твоя мамаша? Не, окей, окей. Это должно было быть обидно или что? Ну, вообще... Чего я хотел сказать-то? Опять, у меня мысль из головы вылетела. Почему она вообще должна нам что-то говорить? Если она собирается защищать своего сообщника, то как мы должны ее расколоть чем-то? Ей просто не надо ничего говорить, и все нормально будет. Она просто может молча сидеть. Она же не обязана ничего говорить, правильно? Вздох. Похоже, я пустую тратил свое время. Серьезно, что ты пытался этим добиться? Чего ты пытался добиться? Она просто сидит здесь и ничего не говорит. Зачем мне сдавать своего сообщника, который... Из-за которого в итоге она попадет в большую беду? Может, мужику... Вот этому мужику показать? А, стоп, точно. Надо ему показать фотку того мужика. Он, наверное, скажет нам, что это... Тот самый ее... Как... Ее... Этот, как там? Как называть... Как называть ты его? Сосед, короче. Сосед. Пусть будет соседом. Скорее всего, так и будет. Ну, смотри. Пожалуйста, извините на эту фотографию. Детектив. Это был он? Я вообще-то адвокат. Ну... Мы уже наполовину стали... Стали детективом. Поэтому... Поэтому пускай так. Я не обижусь. Ой, я это знаю. Я просто хотел сказать в жизни... Я просто хотел... Хоть раз в жизни хотел сказать детектив. Ну, вы же понимаете? Нет, не понимаю. Без сомнения, то он заселился в отеле вместе с... Смисс Эйприл Мэй. Давайте покажу письменные показания, в которых укажу, что это был он. Окей, ты довольно настойчивый для обычного посыльного. Зачем тебе... Почему это ты предлагаешь мне написать письменные показания, в которых укажешь, что это был он? Как будто ты прям хочешь свалить на него это? А? Письменные показания? Ну, как-то слишком уж всему этому рад. Да, о чем я его? Да ну его. Ну, пускай пишет. Ладно, я не знаю. Давайте порадуем сумасшедшего. Ну, ладно. Почему бы и нет? Ура, всегда мечтал это сделать, сэр. Да-да. Всегда мечтал. Какой же он хороший актер получается. Отныне я буду известен, как посыльный, чья рука явила миру письменные показания. Вау. Первый и неповторимый. Единственный. Кто это сделал? Как у кода, только прошу вас побыстрее. Показания посыльного. Окей, а сейчас? А, то есть, окей, это можно больше улик сохранить. Почему не могу взять две фотографии? Какой бы там смысл был? Теперь даже не смейнет, не отвертеться. Окей, мы прижучим сейчас ее наверняка. Раз уж посыльный дал показания свои, я думаю, что она не отступится. И некуда отступать, скорее, точнее. Прошу, подавись. Не могу ли вы заглянуть на это? Что это? Письменные показания посыльного? Он рассказал все, что видел? Он поведал на мужчине, с которым вы снимали номер? Я писал, как он выглядел? Как он мог? Я ему заплатил, я ему настроил глазки. И трясла всем, чем можно. Наконец, какой-то прогресс. Без нее помягче. Приструнить ее? Давайте приструним ее. Пожестче, пожестче надо с ней. Ну все, пора надавить на нее как следует. Чуток сблифовать. Да, прям надо пожестче с ней. И зачем притворяться дурочкой? Если она вообще притворяется. Вау, жесть, конечно, крут. Если мне все не расскажет, то я дам эту фотографию прессе. Что? Этот мужчина сейчас открывается. А должен быть давать показания по делу убийства. Уверен в своей репутации, что журналист будет. Что написать? Как ты смеешь. Ладно, я все расскажу. Ты победил, адвокат. Да, блин. Какое приятное чувство. Приятное чувство, когда женщина построже, да? Феникс. Ух, понравилось. Как прекрасно жить. Вау, ему настолько понравилось. Настолько понравилось это чувство незабываемое. Невероятно. Чего ты так погибельно размахиваешь кулаками? Да, он прям этот... Он любит так помахать руками, особенно в суде. И пальцами показывать на людей. Итак, расскажите мне о человеке, с которым вы были в отеле. Этот мужчина, это мой босс? Рэд Уайт, президент Блю Корп, конгломерата, занимающегося сбором информации. Рэд Уайт, где-то я уже это слышал. Рэд Уайт, сбором информации. Ну, думаю, это можно назвать детективным агентством. Хм, значит, он был с вами в ночь убийства. Мне страшно говорить. Не хочу закончить, как она. Ууу. Либо это как раз-таки блеф. Она пытается быть, типа, невинной, невиновной. И прикрывать, с ней защищать свою шкуру. Можешь так же и говорить правду. Что он, типа, я такой опасный парень. Хотя, не выглядит он так. Он какой-то прям... Какой-то плейбой, я не знаю. С такой прической, особенно с таким цветом волос. Довольно необычный и... Он необычный. Не переживать, я тогда поговорю с ним сам. Можете мне сказать, где находится Плюкорп? Ааа, окей. Она сказала нам, я полагаю. Мистер Рэд Уайт, значит. Наконец-то появилась нить ведущая к нему. Мистер. Если убийство совершил не Эйперл Мэй, остается только он. Остается только он. Пора сдать жару. Дальше будем с жесткими. Даже с ним. Даже не с мужчиной. Показания посыльно выброшены. Серьезно? Ты так просто избавился от показаний? Окей. Компания Блюкорп. Ну что ж, с богом. Оу, окей. Окей, одним... Картина здесь. Та самая картина из офиса Гроссберга. Сразу видно. Ааа, интересный столик. Вау. Такой амбициозный столик. Посмотрите просто. Какие в него мысли вложены. Какая философия в него вложена. Стол, который держат... Статуи мужчин. Или просто людей, неважно. Мужчин, не обязательно. Возможно, это накаченные женщины, мы не знаем. Я в этом не уверен. Что... Явно показывает, что... Он хочет, чтобы его люди... Точнее, чтобы люди прислуживали ему, как в... Как раньше это было принято. Блюкорп. Справа статуя находится также. Где мужчина держит корпорацию. Это, видимо... Это, кстати, не видимо. Это есть он. Он, типа, он в своих руках, в своих могучих плечах... Движет компанией целой. Гдет ее к будущему на своих руках. Один и... Одинешенек. Окей. 7 сентября в офис президента компании Блюкорп. Интересный человек, этот мистер Уэд Райт или Рэд Уайт. Я так... Окей. Хватит шуток, хватит шуток. Все серьезно здесь. Мы здесь не шутить собрались. Что за... Что это за порождение сюрре... Ре... Сюрреализм. А-а-а. Добро пожаловать. Добро жаловать. Окей. Прошу вас сообщить мне величание своей персоны. Вау, тут даже приветствуют как-то... Велико. Велико. Велико на... Что за... Ох, собственная персона к нам вышла. Вайт. Ох, какая у них белоснежная улыбка. Ваше имя? Как ваше имя? Мы так желаем знать наше имя, чтобы мы в будущем прислуживали ему. Скорее всего. Я всего лишь вопрос сирии... Вопрос сирии... Вопрос сирии... Интересует... О, боже. Кто это придумал просто? Как это... Как вас надлежит величать? Э-э... Райт. Эннис Райт. Райт и Уайт. Интересная комбинация. Вопрос... Вопрос... Интересуюсь. Боже, ну и слово. Мистер Райт, значит, да, понятно. Превосхолебно. Ух. Ух, замечательно. Вас же не устрашает мой гигантический вокабуляр. 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 Что с ним не так? Я не знаю, что с ним не так. Рэд Уайт. Президент корпорации ООО Блюкорб Образцовой Общественной Организации. Вот как. Специфика моей работы засводит меня с самыми сливками общества. Поэтому боюсь, я не привык общаться с теми, кто скорбен словарным запасом. Блин. Блин, я просто разочарован. Я не могу с ним общаться на равных. Я вообще не могу с ним общаться, потому что я так... Неспособен столько слов выдать. Ну и фрукт. Я бы сказал, овощ. На самом деле. Хм, позвольте угадать. Бо адвокат лишь недавно окончивший университет. Разве не так? Ибо никто другой не решил бы просто так взять и явиться ко мне. Что он имеет в виду? Впрочем, не важно. Итак, с каким же намерением этот великий адвокат пришел к такому человеку, как я? Жуть. Самый любит его, типа просто сошкаливает. Окей. И улыбка тоже у него слишком белоснежная для моего... Нрава. Миссия Прил Мэй, ваша сотрудница, верно? Верно, она была моим секретариатом. Только представьте мой шок, когда я узнала о ее злодеяниях. Злодеяниях? Вы имеете в виду прослушку? Верно, ей платили за ответы на звонки, а прослушивание знаков в ее обязанности не входило. Действительно, работа у нас, она занималась в том числе и сбором информации. Но смею вас уверить, мы не поощряем незаконные методы. Уму непостижима. Как она могла пойти на подобное? Невероятно. Я тоже не могу поверить, что она смогла такой поступок совершить. Половится ощущение, что он пытается свалить все на мисс Мэй. Да, какой негодяй. Ночь убийства. Той ночью, когда произошло убийство, вы были в номере мисс Мэй? Кто знает? Редко обращаю внимание на мирские вещи вроде пространства и времени. А, да, да ты что. Девиз всей моей жизни. Не беспокойся, будь счастлив. Как оптимистично, мистер Уайт. И все-таки мистер Уайт. Работающий в отеле по сыну утверждает, что он точно видел именно вас. Неважно, пусть утверждает, что ему заблагорассудится. Вам, в любом случае, ничего не скажу. Если вы хотите что-то от меня узнать, вы вызываете в суд в качестве свидетеля. Ух ты, не сомневайся, мы тебя вызовем не только в суд. И куда пожестче. Хотя я сомневаюсь, что вы на это способны. Хм, а ведь он понял хороший вопрос. Почему прокуратура не вызвала его в качестве свидетеля? Ведь он должен был увидеть то же самое, что и мисс Мэй? Охо-хо. О, полицейские судьи? Для меня одни лишь игрушки, куклы в моем театре. Как скажешь, мистер... Мистер... Я даже не знаю, я не придумал пока что ему прозвище. А что представляет собой ваша компания Blue Corp? О, замечательный вопрос. Мы покупаем и продаем различную информацию. Это бизнес в будущем. Можно сказать, что мы и есть будущее. Продаете информацию? Всего за 10 лет я поднял этот офис до необычайных высот. Во всем... Во всех смыслах слова. Кстати, если вам вдруг интересно. Компания Blue Corp названа в честь музыки Blues. И назвал ее так я. Red White, основатель... О-о-о Blue Corp. Вы спросите, почему? Потому что я люблю Blues, разумеется. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А знаешь, в каком еще слове есть часть Blue? Начинается на U. Заканчивается на Dog. Фантасхитительно, не правда ли? Блин, я хочу придумать такое же слово, но нет. Я не могу. Я не на таком уровне, как он, к сожалению. Я... Если честно, меня кое-что беспокоит. Да? И что же? Это огромная картина. Я уже где-то ее видел. Знаете, я уже раньше ее видел. Неужели? Да, буквально вчера. Что вы изволите этим сказать? Сказать я изволю следующее? Ну... Точнее, я хотел бы спросить следующее. Чему эта картина висит на стене вашего офиса? Мистер Врайт, верно? На, мистер... Мистер... Окей, мистер Врайт. Райт. Сдается мне, что вы не вполне осознаете свою текущую роль. Я спрошу еще раз, кто вы? Ну, адвокат. Надо с ним пожестче, как с мисс Мэй. Веникс, не забывай. Нет, мой наивный рук. Вы всего лишь адвокат, Дэн. Выничтожество. Тляпшик. Пустое место. Как это желкоподобие адвоката? Грязь бургера. Гамбургер? Что? Ай. Ай, это что мы? Драка? Драка начнала? А, он меня ударил. Серьезно? Драка? Не, ну я готов на драку, блин. Как это он... Что он себе позволяет? Так что, мистер адвокат, что теперь будет делать? В нападении меня обвинять? Ох ты, не сомневайся, приятель. Ты по всем статьям полетишь. Не самое приятное для тебя место. Я думаю, тебя хуже места не придумать. Грязно, отвратительное. Просто. Молись. Обвиняйте сколько души угодно. Только вас? Только вот виновным признают вас. Что? Слушайте меня обвинительно. Полицейские судьи. Все они подчиняются мне и только мне. По вашим словам, да. Но все же, возможно ли над дракой контроль на самом деле? Я не жду, что вы поймете. Этот мир существует за пределами вашего восприятия. Полагаю, вас ко мне направил Крязбургер. Крязбургер, да. Гром. Гамбургер. Мистер Гамбургер, да. В таком случае, поинтересуйтесь у него. Что здесь делает принадлежащая ему картина? Быть может, он вам расскажет? Быть может, он поведает, как человек способен жить лишь ради собственной выгоды. А теперь прочь. Кыш. Нам здесь больше нечего обсуждать. Я к тебе еще приду. И с плохими новостями для тебя, приятель. Уж поверь мне. Окей, на такой ноте... Мы, пожалуй, завершим эту серию. Довольно интересная. Интересная серия была. Надеюсь, вам тоже понравилась она. И спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайк. Всем понравилось это видео. Вставайте в группу в Натакте. И всем до скорой встречи. И пока. Пока.